Тележурнал Благосфера сегодня приветствует вас. Меня зовут Николай Никулин и сегодня я вам расскажу о том, что тревожат неокрепшие сетевые умы. Разумеется, топовая новость – это три года колонии студентки Александре Латковой, которая по дерзости своей выхватила пистолет и решила поиграть с шерифа в центре станции метро «Цветной бульвар». Студентку Александру Латкову, которая стреляла из травматики во время драки в столичном метро, приговорили к трем годам заключения. Обвиняемая утверждала, что открыла стрельбу, чтобы предотвратить конфликт, возникший между ее друзьями и потерпевшими. По мнению подсудимой, ее действия должны трактоваться как самооборона. Юристы полагают, что столь строгое наказание, реальное лишение свободы Латкова могла получить, потому что стреляла в метро, то есть в общественном месте, где могли пострадать посторонние. Интернет-сообщество тут же вскипело. Сергей Марков – политолог. Приговор Александре Латковой, мне кажется, слишком жестким. Многие наши студенты знают ее как отличницу, очень скромного и даже стеснительного человека. Тем временем Кристина Потупщик, общественный деятель и блогер, парирует. Латкову, честно говоря, несколько жалко. По сути, она в эмоциональном порыве и в состоянии эффекта неправильно оценила ситуацию. Есть один установленный факт – ее жизни ничего не угрожало. В Твиттере тоже продолжается активная дискуссия. Пользователь Леонид Сысоев. А это такая фишка сейчас у правительства? Русских женщин по тюрьмам сажать. Пользователь Леонова. Едешь в метро с парнем, на тебя нападают, ты защищаешься, получаешь три года и почти полмиллиона штрафа. Зашибись, как здорово. В эту субботу в поддержку Латковой у метро Цветной Бульвар прошел митинг. В ЖЖ тут же отчитались. Пользователь С. Шевликов выложил фотоотчет. Десятки человек и лишь один скромный плакатик, который передавали из рук в руки. На футбольном стадионе в Грозном под названием «Ахмат-Арена», как мы теперь знаем, у почетного президента клуба Терек Рамзана Кадырова есть специально выделенный микрофон, с помощью которого он приветствует зрителей. Узнали мы об этом из облетевшего весь интернет-ролика, в котором неизвестный голос за кадром называет арбитром матча Терек Рубин «судьей продажной». Был ли это Кадыров или нет, до сих пор бытуют разные мнения. Но вот выражение «судья продажная» стало хитом интернета. Впрочем, на стадионах мы и не такое слышали. Судья продажная! Ничего себе! Василий Уткин, футбольный комментатор. Полвечера звонили из газеты «Радио» за комментариями инцидента в Грозном. А что комментировать? Возможно, какое-то иное, альтернативное мнение? Алексей Андронов, футбольный комментатор. Почему все пишут, а что сделают Кадырову? Какое это имеет значение? Миллионы тех, кому ничего не сделают, юлят, врут и присмыкаются. Виноват, потому что, допустим, такую ошибку я не сдержался. Но если предбудет, то же самое повторюсь. Спортивные болельщики – те еще шутники. Или, вернее, будет сказать, хулиганы. Чего только стоят их выходки с туалетной бумагой. Баскетбольный матч в Турции закончился в самом разгаре. После флешмоба фанатов продолжать игру было уже невозможно. Поэтому с недавнего времени туалетная бумага наравне с огнестрельным и холодным оружием в запретном списке любого стадиона. Любишь во время матча ногишом побегать по стадиону? Значит, ты не просто сумасшедший, а стрикер. Так называют те, кто во время спортивных мероприятий выбегает в негляже на поле. Несколько минут позора и слава на весь интернет. Что такое Инстаграм? Это такой сервис, куда выкладывают свои фотографии. И кто бы мог подумать, что с недавних пор он станет ареной для дискуссий. Скандал между Ксенией Собчак и Тиной Канделаки подтверждает. Даже во время спора есть повод покрасоваться. Тина Канделаки в своем Инстаграме выложила очередную эффектную фотографию. Казалось бы, чего здесь необычного? Однако в комментарии она почему-то вспомнила Ксению Собчак. Как будто Инстаграм идеальное место для сведения счетов. Тина Канделаки, телеведущая. Борца за свободу и справедливость Собчак всегда волновали моя личная жизнь и деньги. Ну что ж, я счастлива и богата, чего и всем желаю. Поверьте, Путин этому не помеха. Мешайте себе только вы сами. Впрочем, на этом Тина не остановилась. Четыре года назад, когда мы с Ксенией вели программу «Две звезды», я ей честно сказала, что мне больше неинтересно работать только ведущей. Она тогда лишь посмеялась надо мной и предложила больше думать о корпоративах, которые мы можем ввести вместе. Я выбрала другой путь. Ксения Собчак, как водится, долго ждать себя не заставила и в аналогичном же ключе с патетической фотографией в Инстаграме ответила на обвинение. Ксения Собчак, светская львица. Разговор про будущее где-то между гастролями у нас действительно состоялся, но совсем другой. Она предлагала построить совместный бизнес буквально следующим образом. Я иду и прошу здание в Москве бесплатно под мою фамилию. А Тина под это придумывает, как она это тогда назвала, какую-то социалочку. И я действительно выбрала другой путь. В рубрике «Поп-фото» мы по обыкновению демонстрируем самые популярные фотографии интернета. Как известно, интернет – это большой-пребольшой архив, и увидеть там можно много чего любопытного. Даже из того, что находилась святая святых. Фотографии дочек Владимира Путина и сына Дмитрия Медведева. Можно ли было раньше без интернета это увидеть? Блогер Александра под ником Mark Temp повесила у себя на странице полный архив фотографий дочерей Путина. Архив, разумеется, сетевой. Все, что можно найти в интернете. Отец в шляпе. Отец без шляпы. Этапы взросления. Этапы конфиденциальности, когда снимали со спины. И, наконец, отдельно. Младшая дочка и старшая. А вот о сыне Медведева известно побольше. Как-никак он снимался в знаменитом журнале «Яролаж». Крутой фильм! И, помимо всего прочего, есть его юношеские фотографии. Фотографии из футбола и из института. Словом, утаить ничего нельзя от сетевой общественности. Никому. Рано или поздно любая невинная фотокарточка окажется на страницах благосферы. Это была программа «Благосфера сегодня». Меня зовут Николай Никулин. Увидимся еще. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова